Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Пост является основополагающим для мужчины или женщины Божьих, потому что молитва — это необходимость. Если мы не будем посвящены молитве, тогда мы не будем посвящены служению Богу. Мы можем говорить разные вещи, но в реальности мы обманываем себя. Люди, являющиеся истинными слугами Бога, они — воины в молитве. Они понимают, что без молитвы мы не можем делать ничего. Вы подумайте о Мессии. Он — Сын Божий, но часто, когда мы видим Его в Новом Завете, в Евангелиях, о Нем говорится как о Сыне Человеческом. В этом утверждении Сын Человеческий много значений, одно из которых, что Он является примером для нас. Мы узнаем о том, как нам следует жить, как должен вести себя человек, находящийся в отношениях Завета с Богом, через то, что сделал Мессия. И мы видим много раз, что Он молился. Молился даже всю ночь, когда в последний раз вы провели всю ночь, молясь один. Мессия делал это часто, и мы должны быть людьми, посвященными молитве. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 6 главу. Евангелие от Матфея, 6 глава. На прошлой неделе мы говорили о молитве. А на этой неделе мы поговорим о том, что дает нашей молитве силу. Как я несколько раз упомянул вам на прошлой неделе, поста без молитвы не бывает. Мы постимся для того, чтобы придать большее помазание, большую силу, больший акцент нашей молитвенной жизни. Именно об этом Ешуа и будет учить в этом разделе. Давайте начнем. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 стих. Он говорит здесь, «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». Здесь опять-таки речь о тех людях, которые говорят, что они ученики, что они от Бога, что они Его последователи, но в реальности они не посвящены делам Бога. Итак, Мессия говорит, «Не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица». Для чего? Для чего они принимают на себя мрачные лица? Чтобы показаться людям, постящимися. Так что они постятся для того, чтобы люди видели их и говорили, «О, этот человек постится, этот человек такой духовный, этот человек живет жертвенной жизнью для дел Божьих». Мессия говорит, «Не будьте, как они». Продолжаем. Он говорит, «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Это опять-таки, значит, тот факт, что люди замечают, «Да, он постится, о да, должно быть он религиозен». Это и вся награда, которую получают такие люди. Они надеются, что будут наслаждаться этой наградой, что она принесет им удовлетворение и благословение. Но это не так. Люди замечают, что они постятся. Мессия же говорит нечто другое. Посмотрите 17 стих. «А ты...» На этом делается акцент, чтобы показать дихотомию, разницу. «А ты...» «То есть истинный ученик». Когда постишься, сделай что? Помашь голову твою и умой лицо твое. Это радикальное утверждение. Сегодня, согласно иудейскому закону, когда вы поститесь, вы даже не должны чистить зубы. Вы на время поста должны полностью отвергнуть себя. Мы, конечно, понимаем, о чем говорит Мессия. Речь идет не об общем посте. Когда все знают, что мы постимся, все постятся. Здесь мы говорим об индивидуальном посте. Он говорит, «Когда постишься, умойся, помашь голову твою с тем, чтобы никто не знал, что ты постишься». 18 стих. «Чтобы явиться постящимся не перед людьми, но, — говорит он, — но пред Отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе, он компенсирует, он воздаст тебе, как он сделает это открыто, явно, так, что действительно есть результат. Награда, помазание, приходящее через пост, но мы должны делать это тайно, лично. Возвращаясь к прошлому уроку, мы видим что-то. Молитва, она личная. Вы идете в уединенное место и поститесь. Вы не говорите людям о том, что вы поститесь. Это тайна между вами и Богом. на самом деле, вы ведете себя так, что скрываете тот факт, что вы поститесь. Это надо знать только Богу. Вы это делаете в тайном месте, и Бог, который сокрыт от мира, но видит в этих тайных местах, он ответит. Девятнадцатый стих. Мессия говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле». Мы говорим об успешной молитве. Мы говорим о том, как пост усиливает, дает помазание нашим молитвам. Но для чего? Какая наша цель? Что ж, следующий раздел 6 главы объяснит нам, в чем мы должны быть заинтересованы. Еще раз. Не собирайте себе сокровищ на земле. Почему? Земля — это то место, где моль и ржавчина истребляют. Слово «истребляют» означает проявление, но использовано с префиксом с буквой «альфа», который придает отрицательное значение. Таким образом, моль пожирает, ржавчина истребляет, и сокровища исчезают. Вот что говорит здесь Мессия. Все эти вещи, что мы собираем на земле, они однажды станут невидимыми. Они исчезнут. Они будут разрушены. У них нет пребывающей значимости, так что задайте себе вопрос. Мы все инвестируем, вкладываем свою жизнь во что-то. Мы хотим что-то взамен за нашу работу, наши усилия, нашу деятельность. Вопрос в том, чего мы хотим. Хотим ли мы того, что в конечном итоге исчезнет, того, что растворится, того, что не имеет пребывающей значимости, или мы будем людьми, которые выбирают то, что имеет вечную природу, что пребывает. Когда я говорю вечную природу, я говорю в связи с царством. Так что Мессия говорит, не собирайте, это повеление, не собирайте себе сокровищ на земле, где они в конечном итоге уничтожатся, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Это происходит или природным образом, или через врага. Что Мессия говорит здесь? Если вы выберете земные сокровища, они исчезнут, и вы потерпите урон. Сокровища эти исчезнут. Так что не вкладывайте в сердце, не ставьте целями в своей жизни то, что однажды будет вами потеряно. Он говорит, 20 стих, но, это слово для обозначения контраста. Он говорит, но, собирайте себе сокровища, где? На небе. И вот что мне нравится в этом. Вы видели в нашем изучении пятой и теперь шестой главы. Вы видели, как снова и снова используется слово небеса. А небеса – это часто синоним царства Божьего. Так что, когда он говорит на небе, он говорит о царстве. Почему надо собирать там? Он говорит, где ни моль, ни ржа, ни истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Дальше он говорит нечто очень отрезвляющее. 21 стих, «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит? Когда используется слово «сердце», нам следует понимать, что речь идет о мыслях. Писание говорит, «каковы мысли в сердце человека, таков и он. Итак, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сокровище в этом мире, то и сердце ваше будет в этом мире. Что значит, что вы будете мыслить очень по-плоцки, приземленно, очень по-мирски. А когда мы думаем по-мирски, если у нас такой настрой ума, такое направление мыслительного процесса, знаете, кто это видит? Писание говорит, что это видит сатана. Он как рыкающий лев, ищущий, кого поглотить. А кого он ищет? Людей с мирским настроем ума. Когда ваш ум настроен на мирское, вы тем самым говорите, «Сатана, приходи, какая твоя природа?» Он говорит, «Меня зовут сатана», что значит противник. Он говорит, «Я хочу принести беду в твою жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была боль, был дискомфорт. Я хочу разрушить твою жизнь». Так что, когда вы мыслите по-мирски, вы тем самым говорите сатане, «Приноси все это, именно это я выбираю». Мессия предостерегает нас. Он говорит снова. Посмотрите текст, 21 стих, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сокровище в этом мире, ваш ум будет настроен на мир. Но если ваше сокровище в делах Божьих, в царстве, тогда ваш ум будет настроен на царство». И что мы узнали на прошлой неделе? Когда мой ум настроен на царство, это даст мне доступ к силе царства. И через эту силу я буду проявлять Божью славу. Вы скажете, «А где это учение?» Очень просто. Помните молитву Господню? «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Так что это процесс. Если мой ум настроен на царство, то вместо беды, что я приглашаю в свою жизнь? Силу Божью. Зачем? Для какой цели? Чтобы проявлялась слава Божья. И позвольте мне пообещать вам, будучи инструментом, Божьей славы, вы будете наполнены радостью. У вас будет такое удовлетворение. Вы будете так счастливы, когда слава Божья будет проявляться вам и через вас. Именно этого желает Нешама, Внутренний человек, Дух человека. Только будучи инструментом Божьей славы, вы будете иметь эту радость. Продолжим читать. Он говорит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 22 стих. Мессия предостерегает нас о том, на что мы смотрим. Он говорит, «Светильник для тела есть око». Что он имеет в виду здесь? Светильник, вы зажигаете его или включаете его для того, чтобы видеть. Так что он говорит о том, на что мы смотрим. Светильник, источник просвещения, для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, если вы видите все правильно, если видите все здраво с Божьей перспективы, то все тело твое будет светло. У вас будет просвещение всего вашего существа. А значит, что вы будете знать истину, вы будете жить в истине, и вы будете принимать мудрые решения. У вас будет правильная перспектива. Но заметьте, 23 стих, «Если же око твое будет худо», что значит, что если вы смотрите на все неясно, на основании не откровения, а зла, то есть взглядов этого мира, он говорит, «То все тело твое будет», что «все тело твое будет темно». 23 стих, вторая половина. «Итак, если свет, который в тебе на самом деле тьма, то тьма, сколь велика она». Вот что Мессия открывает здесь. Если ваш ум не настроен на царство, вы будете полны тьмы, и вы не будете видеть явления, как они есть. И поймите, когда мы говорим о тьме, вы знаете, кто приходит мне на ум? Тот, кого мы недавно упоминали. Сатана. Тьма его поля деятельности. Он – отец лжи, ложь, обман, тьма. Все это говорит об одном и том же. Сатана любит сражаться, когда поле битвы – тьма. И если вы видите явления с точки зрения мира, если вы видите их с точки зрения зла, то есть в неволе Божьей, вы попадаете в поле деятельности сатаны, на его поле битвы, и тогда он будет иметь преимущество своей родной стихии и приносить хаос в вашу жизнь. Что это значит? Он будет приносить беду. Вот настолько это просто. Но когда я вижу все с Божьей точки зрения, что тогда происходит? Сатана вне своей среды. Вот почему так важно, чтобы мы ходили в свете. Что это значит? Мы принимаем решения, мы ведем себя в свете откровения Божьего нам. Итак, читаем внимательно. Он говорит, «Если свет, который в тебе на самом деле тьма, то сколь велика тьма». 24 стих. «Никто не может служить двум господам». Буквально порядок другой. Он говорит, «Никто не может двум господам служить». И Мессия показывает очень важную дихотомию. В Писании, и одна из них нам недавно встретилась, в Писании мы имеем огромный список дихотомий. Мы видим свет, тьма, добро, зло, правильно-неправильно, праведный и нечестивый. Все это. И здесь Мессия говорит то же самое. Есть два выбора. То, что является волей Божьей, и то, что ею не является. Два выбора. Вы служите Богу, или служите деньгам. Он сказал о враге. И когда наша цель – деньги, тогда знаете что? Мы служим дьяволу. В таком случае у нас с ним совместные отношения, совместная цель, совместные усилия. Мессия говорит здесь, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, или деньгам. Это просто невозможно». Мы видим, что если цель – богатство, если оно наша цель, то вы говорите Богу «нет». Вы говорите Ему, «Я не хочу Твоего влияния в моей жизни, не хочу Твоей воли, я буду все делать по своему выбору». Но поймите, делая так, вы выбираете тьму, и вы выбираете поражение. Нетрудно понять это. Бог делает выбор очень-очень легким в отношении того, какой из них правильный, и какой неправильный. вопрос в том, какой выбор сделаем мы. В 25 стих «Посему говорю вам, не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Итак, Мессия дает очень четкое указание, что об этих вещах не надо беспокоиться о еде, питье и одежде. Он говорит, жизни больше ли пищи и тела одежды. И продолжает, 26 стих, «Взгляните, уделите этому пристальное внимание». Он говорит, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их и продолжает, вы не гораздо ли лучше их». Слово «гораздо» имеет важное значение. Здесь сказано «малон диаферете». Что это значит? «Гораздо», вы намного превосходите. Так что он делает это утверждение очень сильным, говоря, «Вы не гораздо ли лучше их?» Мы можем перевести буквально, «Разве вы не гораздо превосходнее по ценности, чем они?» Бог заботится о них. Эту передачу я записываю в зимнее время. Сейчас мы не в Израиле, а в другом месте, и тут холодно. Прошлым вечером я прогуливался и думал про себя. «Вот птицы, вот кошки, вот собаки на улице, а здесь так холодно». Утром я отправился в студию, чтобы записать это видео. И что вы думаете? Встретил ту же самую кошку, что видел вчера вечером. Я слышу птиц на деревьях, вижу голубей на улице. Они пережили эту очень холодную ночь. Как им это удалось? Благодаря верности Бога. Об этом-то Мессия и говорит здесь. Он говорит, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Разве вы не гораздо превосходнее по ценности, чем они? Вы не гораздо ли лучше их?» И дальше. «И кто из вас, заботясь, он говорит, не заботьтесь, не беспокойтесь об этих вещах». Почему? Кто из вас, заботясь, может прибавить к своей жизни хотя бы час? Можете ли вы изменить то, когда вы умрете? Он говорит, «Нет, прибавить жизнь вы себе не можете, это не в вашей власти. И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Так что Бог заботится о природе, и мы понимаем, что мы обладаем гораздо большей ценностью, чем они. Почему я это говорю? Обратившись к сотворению мира, мы видим, что было сотворено последним. Шестой день, согласно традиции в конце шестого дня, прямо перед шаббатом, Бог сотворил человека. мужчину и женщину, сотворил их. Почему? Тот факт, что люди были сотворены последними, показывает, что мы были в центре замысла Божьего. Все остальное Бог приготовил для человека. Вот почему Он учит, и вот почему Он говорит, разве вы не гораздо ли превосходнее по ценности, чем они? Раз у них это есть? Доверьтесь Мне. Он говорит, посмотрите на заключительную часть 30 стиха, Он говорит, мало веры, такими мы бываем, когда заботимся об этих вещах, мало веры, не тревожьтесь, говоря, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вот настолько это просто. Он знает все наши нужды, и Он благословенный Бог, Он щедрый Бог, Он доказал, что достоин доверия, Он заботится о природе, Он одевает траву, что здесь сказано? Он говорит о траве, я пропустил это место, но посмотрите 30 стих, Он говорит, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько более вас?» И Он говорит, «Маловеры, не беспокойтесь об этих вещах, Бог позаботится о нас, но есть условия. Одно условие — быть в отношениях завета с ним, какое второе?» Что ж, к этому мы сейчас и подходим. Очень важное местописание. Что Он говорит? Посмотрите, пожалуйста, на текст, 32-й, 33-й стих. Он говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его». Это должно быть основанием нашего мыслительного процесса. Не беспокойтесь о пище, питье, одежде, что у нас будет, чего у нас нет. Нам надо понимать, что если мы в отношениях завета с Богом, у нас есть непоколебимое упование на Царство. И это упование должно побуждать нас думать о чем? Думать о Царстве Божьем. И заметьте, как Царство Божье и праведность идут рука об руку. Когда вы прежде ищите Царство, какая будет ваша главная цель? Праведность. Жизнь в соответствии с истиной Божьей. Несколько недель назад мы узнали о неразрывной связи между истиной и праведностью. Праведность проявляется только через истину Божью. Так что Мессия говорит, «Ищите же прежде, это приоритет». Царство Божье и праведности Его. И далее Он говорит, «И это все приложится вам. Это обетование от Него. Пища, питье, одежда, все эти физические вещи необходимые для вас. Не беспокойтесь о них, думайте о Царстве и живите на основании праведности Божьей. Делайте то, о чем Бог говорит, как о правильном. То, о чем Бог говорит, как о неправильном отвергайте. Когда будете делать так, Бог явит вам свое обеспечение. Он знает, что вы нуждаетесь во всем этом, и оно приложится вам». 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, что значит, разбирайтесь с сегодняшними проблемами. Не заботьтесь». Это слово может переводиться как «не тревожьтесь, не беспокойтесь», или «как не заботьтесь». Разбирайтесь с проблемами сегодняшнего дня, но не заботьтесь о завтрашних проблемах по дню за раз. Если вы так озаботитесь будущим, это будет мешать вам поступать правильно сегодня, так, чтобы это проявляло Божью праведность и славу. Он говорит, «Довольно» для каждого дня своего. Чего? Для каждого дня своего зла. Будет злое завтра. Вам надо разбираться сегодня с тем, что против воли Божьей. Разбирайтесь с этим сегодня, а завтра будет новое сражение, новая проблема, новое призвание от Бога. И вот последнее, что я скажу сегодня. Когда вы будете переживать Божью верность, а вы будете, когда вы будете переживать Божью верность сегодня, это взрастит вас, укрепит вас, и вы не будете маловером. У вас будет великая вера, когда вы столкнетесь со злом завтра. Время закончилось. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова